ребят привет привет кто присоединился сделаем пока эфир здесь на этой страничке у нас в закрытом клубе сейчас идет марафон по замасливанию и как раз мы с мы с ребятами сначала готовились к замасливанию определенными процедурами да вот а сейчас сейчас у нас я рассказывала как замасливаться у нас есть несколько вариантов замасливания это первый эфир был как раз в закрытом клубе но я уже говорила да что у меня периодически аккаунты что-то с ними делаются аккаунтами короче не очень я нравлюсь инстаграму вот и закрытом клубе пока у меня не все функции вернули поэтому сегодня проведем эфир здесь он будет я думаю что он будет коротенький от как раз на есть только-только с велика у нас сегодня такая погода холодная но и сегодня я как раз хотела выписала тут немножечко ребятам хотела рассказать про замасливание какие масла какие что потому что я пробовала на себе несколько масел и я как раз расскажу свои ощущения свои свои чувства не какое масло как чувствую может быть вам это тоже зайдет может быть вам это понравится единственное ребят еще по хотела сказать по школе школа автономии которая у нас бесплатный чат в телеграме вот я туда уже несколько раз сбрасывала очень много у нас к сожалению еще обижающихся людей когда их обижаю когда что-то говорят и им не нравится это вот и еще раз наверное скажу что если вы этот чат только для того чтобы делиться своим опытом только своим больше ничьим и и пожалуйста делитесь как своим опытом на основании чувствования это очень важно потому что начинают скидывать ролики сторонние не важно чего не надо скидывать 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 спасибо потому что но вы же не не при как сказать то не принижайте тех кто в чате не думайте что они настолько не умные что не умеют пользоваться ютубом вот если им нужна эта информация они обязательно ее найдут не надо думать что там собрались все таки не особо одаренные и только вы знаете как пользоваться ютубом и только вы нашли правильную информацию и вам срочно нужно ей поделиться во первых четко понимаете что это ваше обнуление перед самим собой то есть это вы понимаете что вам нечем поделиться в своем опыте и вы как бы перекрываете свою нужность хотите вызвать это вот нужно что я как бы могу другим опытом другими чужими роликами вот и поверьте вы нам нужно нужны даже с нулевым опытом если у вас нет опыта просто где смотрите и слушайте кто говорит кто кто-либо другой вот когда у вас появится опыт поделитесь но стороннего опыта нам не нужно потому что сейчас очень много начинать я уже не в первом чате практически из всех чатов повыходило у меня есть только мои группы то есть вообще меня можно редко где найти если не повыходило из каких-то то они видимо просто уже внизу что я их уже даже не знаю опять началась вот эта вот волна почистки печени когда мы ее просто убиваем и когда говорят что вот выходят эти зеленые камни я не буду сейчас на этом останавливаться есть очень много высказываний и описание врачей которые рассказывают что это такое это не чистка печени ребят не убивайте себя не надо наслушаться на кого-то и вот как вы видите что вот представляете вот вот такие вот камни вы показываете на салфетке что из вас выходят и вы продолжаете чистится и чистится но включайте тогда логику ваша печень столько не выдержит носить в себе столько камней вы что я не знаю асфальтный завод что ли вы каждый раз чиститесь каждый раз из вас это выходит но задумайтесь что выходит из вас ну какие камни но о чем вы говорите ребятушки вы посмотрите операбельные камни у людей какие они бывают сколько миллиметров и сколько штучек это уже операбельный случай а вы говорите что вы ведрами их себя достаете но ребят ну блин и те кто на это ведется тоже но подумайте но тоже ваш организм это же ваша печень поэтому ну будьте очень осторожны вот я вас всех люблю опыт каждого цене но только опыт свой привет ребятушки тут много написали все привет 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 вот я вас всех очень 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 рады видеть вот а почему это ребят это у меня световой фильтр я не умею выставлять свет я не умею делать фотошоп для меня это темный лес и поэтому когда я веду какие-нибудь эфир без света и оправдывание мне выставлять мне уже меня уже поругали и пожурили все фотографы которые только разбираются я его то поставлю что у меня вниз светит то вверх то какие нибудь у меня синяки которых в принципе у меня нет единственное что этот фильтр делает это он свет выравнивает прыщи он не закрывает то есть видно а у меня здесь два прыщика вы то есть он абсолютно лояльный единственного наращивать немножечко щечки то есть у меня нет таких в жизни и вот видите здесь вот окантовка на на губе что она чуть чуть побольше кажется все это мне просто сейчас задали что что это за фильтр это световой фильтр обычный световой фильтр где выставляет свет вот ребят давайте я вам расскажу про вот как раз король если будут какие-то вопросы по маслам задавайте сейчас мы просто сделаем короткий эфир по маслам который я пробовала так кедровое кедровое масло я его пробовала тогда я еще ребят если вы будете замасливаться не делайте замасливание больше семи дней даже если чуть вы чувствуете что у вас хорошо сделайте перерыв это очень важно для для печени по крайней мере на первых этапах как только вы начнете прислушиваться к своему телу вам будет намного проще это делать и отслеживать сколько я начинала с четырех дней четыре дня два раза в месяц я делала то есть первый раз когда только убрала когда вышла на сыроедение когда меня попустила меня мое заболевание я стала бы я ушла с гормонов мы мне захотелось прочистить мои сосуды как бы укрепить стенки сосудов потому что у меня у меня начались узлы на венах от постоянного колония как ну постоянно кололи мне капельницы и внутривенные уколы и поэтому у меня вот такие вот тромбы были то есть чтобы попасть вену нам надо было проколоть еще вот этот вот сам тромб а не плавающие и было очень сложно и мне нужно было как-то разжижить эти тромбы и стенки с сама стенка сосудов она настолько стала от лекарств тонкая что если чуть-чуть иголка не туда тыкнуть то она сразу же вена прокалывалась очень трудно было не попасть вену а не уйти из вены в моем случае вот поэтому я для себя выбрала тоже на основании чувствования как то вот мне вот так вот захотелось это кедровое масло кедровое масло после чистых дней на выходе можно замасливаться да конечно только не в первый день а как думаешь света про кокосовое масло оно хоть приятное оно хоть приятное на вкус но на вкус очень приятно кокосовое масло оно тоже великолепно но оно больше знаете как подходит оно больше подходит как для меня это для наружного применения для волос мне нравилось для губ очень хорошо когда губы шелушатся на первых этапах меня спасало вот как раз меня спасало как раз вот кокосовое масло и я уже всем все уши мне кажется прожужжала про масло монарды то есть если когда прям совсем корочка покрывалась я вот этим вот маслом монарды делала и еще маслом монарды я делала ногти когда у меня сходили у меня же несколько раз сходили ногти я делаю им еще и от него такой эффект вот я давно не делала оно практически на сутки на сутки на двое если вот не купаетесь как будто ногти накрашены вы может быть видели несколько раз у меня ногти так блестели как будто бы накрашен мне тоже писали что лаком красишься говорила что ногти накрашены это после масла монарды оно ногтевая пластина вбирает его и оно так красиво переливается вот по сосудам как раз кедровое масло оно вот для стенок сосудов оно для синтеза различных гормонов то есть кто принимает гормональную терапию они знают что структура ДНК она как бы разрушается она не меняется она разрушается она как пазлы как будто бы пазлы у нее выходят как бы вот как как стена и стены как будто кирпичики достаете вот и как раз кедровое масло оно преобладает вот она синтез различных гормонов как бы оно как пазлики обратно в стену кирпичики вкладывает это мне так казалось мне действительно начали очень проходить как не синяки они такие внутренние синяки где вот кололи постоянно там как внутренние синяки вот такие вот уже как как будто бы не проходящие они начали рассасываться действительно очень хорошо ну и там же еще преобладает кислоты которые обладают противовоспалительным действием и способствуют снижению холестерина то есть это все для сосудов поэтому очень хорошо кедровое масло что делать со слабостью апатию вялостью на автономии со слабостью апатии но у вас же апатия вялость идет от самой слабости когда у вас появляется слабость вас начинает размазывать размазывать начинает почему потому что ощущения другие многие же начинают говорить я на автономии там я готов там разгрузить вагон там поезд целых шестьдесят два вагона и при этом не предлагайте мне спать мне еще нужно черное море три раза переплыть пока вы будете спать ребят не всегда так когда тело чистится оно идет слабость у нас возвращается к нам я уже не раз говорила что слабость которая это это великолепное чувство потому почему потому что когда у нас слабость это идет внутренняя очистка органов и когда внутренних ресурсов не хватает на чистку на исцеление наших внутренних органов то внешние внешние ресурсы они углубляются туда на чистку у нас наступает слабость то есть представляете насколько это благостно для организма как только наступает слабость это говорит о том что все наши силы уходят на исцеление вас внутри вас если вы будете об этом помнить всегда как только наступает слабость то у вас будет подниматься настроение и даже если не прибавится какой-то физической активности то вы уже будете четко понимать что с вами происходит и мне кажется будет радостно за это вот облепиховое масло по облепиховому маслу оно очень хорошо влияет на зрение да попробуйте у кого со зрением особенно бывает что на сухих днях не всегда оно улучшается когда у нас идет чистка организма зрение бывает садится и в промежутках между сухими днями если у кого-то прям вот проблематично со зрением попробуйте облепиховое масло но очень аккуратненько потому что оно сушит прелесть да вот тыквенное масло тыквенное масло я просто это наверное мой фаворит но вы сами смотрите как у вас тыквенное масло оно содержит хлорофилл про который я не перестаю говорить что это это еда автономов хлорофилл да но только в своем в своем виде то есть хлорофилл это в растениях да а мы точно так же питаемся тем же самым солнышком который вот преобразуется в нас как хлорофилл и поэтому у нас идет энергия поэтому у нас кожа немножечко темнее ну чуть-чуть на тон не темнее как общечеловеческий признанно там у кого-то там а если у вас вот такого цвета кожи то у вас он становится более темным то есть если я куда-то приезжаю вот сейчас зима я никакие солярии никогда не посещаю кремов для загара я тоже никогда если честно даже не пробовала и мне всегда говорят вот и такая загорелая а я вижу что я белая потому что как только пойдет солнце я прям начинаю загорать очень сильно и это свойство кожи такое появляется когда 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 тело облегчается когда минимум минимум еды не обязательно совсем без еды может можно какое-то там малоедение если у вас у вас уже будет кожа немножечко на тон потемнее как бы предрасположенность к световым лучам она более стойкая такая получается вот вот но это конечно же знаменитый оксигдант который способствует защите организма от преждевременного старения и воздействия свободных радикалов что это говорит это говорит о том что вас постоянно будет тянуть на солнышко но ваша кожа от этого не будет как у старушечки или старичка какой-нибудь там морщинистой и как все говорят то есть солнце нужно уходить иначе раннее старение наоборот будет такое состояние что вы после солнца вы начнете себя чувствовать вообще абсолютно по-другому будете бодрячком и как раз вы почувствуете что это вот это ваше пит это даже не питание не пропитание это заряд это немножко другое это прям заряд ваш будет солнце вот и тыквенное масло это когда вы еще кушаете оно как бы помогает вам это это вас развить так бы я наверное даже сказала вот ну и кукурбетин присутствует еще в тыквеном масле оно оказывает противо противоглистное действие это тоже на каком-то этапе для многих достаточно актуально да потому что мы очень с вами любим чиститься ну некоторые любят так чиститься что у меня тут написала девочка одна она при росте метр семьдесят весит двадцать девять килограмм и когда мы с ней начали работать она говорит я все могу но не могу остановиться от чисток и у нее вся ее беда была не в том что она там как-то неправильно питание выстрелили что ей некогда покушать ей некогда заняться собой потому что у нее рассчитаны чистки у нее чистка зачистками ее организм он он все он измотан и единственное нужно разбираться почему чистки вот мы мы дошли до такого момента что выяснили что когда она была маленькой приносила там любила играть с денежками с монетками потому что когда к бабушке приезжала там не было как бы никаких игрушек я говорит играла либо с камушками либо с монетками и все время бабушка говорит как только заходила домой первым делом мои руки мои руки они грязные они грязные камни брала это брала это брала зато хваталось это видимо так ей в голову вошло и вот за собой тоже вот это вот заметьте кто любит чиститься вспоминайте начинайте отслеживать что в детстве почему и вот эта вот грязь постоянная что грязь она видимо настолько въелась из рук въелась внутрь в душу что постоянно захотелось чиститься и вот мы с ней проработали но вот сейчас вот она 34 килограмма но это еще конечно же далеко не не победа вот и идем дальше надеюсь что будет вот все хорошо чистится мы перестали и вот пока такие результаты поэтому ребят очень очень аккуратно с чистками потому что у нас есть если вы еще едите какие-то продукты у нас есть те продукты которые самостоятельно вычистят вас от того от чего вы чиститесь и еще самое главное понимаете что все ваше загрязнение оно от вашего образа жизни меняете образ жизни уходят те загрязнения которые в вас есть помните это не надо переусердствовать не надо себя дочищать до такого состояния когда уже органы не смогут самостоятельно вычиститься будут ждать постоянное постоянного какого-то искусственного вмешения вмешательства что-то у меня язык заплетается вот вот то что касается тыквенное масло ну льняное масло мы все знаем да это сердечно-сосудистая система и работа ЖКТ поэтому льняное масло как какие продукты чистят те продукты которые я даже говорю про которые масла я говорю сейчас эти же продукты нас и чистят попробуйте очень хорошо тыквенное масло очень хорошо вычищает печень желчные оттоки если вы будете кушать сырую тыкву вот я рекомендовала ребятам суп из сырой тыквы в блендер кидаете почищенную тыкву кусочки сырая естественно сырая можете кокосовое молоко мне просто с кокосовым молоком нравится кокосовое молоко туда и немножечко теплой воды в блендере все перемешивайте у вас получается великолепный теплый суп которым можно согреться в какую-нибудь прохладную погоду и это очень хорошая очистка конечно же в туалет вы будете ходить но еще очень хорошо у кого на сырых днях особенно у новичков есть такая проблема с геморроем начинает очень резать потому что начинают часто ходить в туалет джекоте не справляется и вот этот вот тыквенный суп он конечно вычищает но он прям что такое геморрой вы же все знаете да что это не буду сейчас углубляться в подробности в общем он ее хорошенечко подтягивает и становится легче поэтому пробуйте экспериментируйте чувствуйте как по вам потому что если я начну еще про продукты рассказывать нам не хватит эфира я вообще могу ребят разговаривать не замолкая поэтому лучше останавливайтесь я с оливкового масла не могу спрыгнуть уже 6 месяцев есть рекомендации а почему не может а ты его как ты его употребляешь как замасливание или ты его употребляешь в салаты напиши пожалуйста как классно про тыкву спасибо спасибо так про масло льняное я сказала масло льняное льняно льняная тыква точно так же у кого чувствуете тахикардии у кого чувствуете жжение ребят жжение не обязательно в стороне сердца да жжение может быть прямо под ребрами замечаете оно разное жжение под ребрами это может отдавать сердце это не обязательно что у нас поджелудочное оно прям вот оно немножечко другое оно вот именно такое вот прям как неприятненькая вот поэтому это очень про сердце очень аккуратно в салат а ты не на не на масло подсел ты на салаты подсел тебе очень вкусно попробуй делать салаты без масла масло пить отдельно и тогда ты поймешь что одно без другого для тебя невкусно здравствуйте как и сколько пить облепиховое масло пару капель а попробуй вообще без него сделать Попробуй эти пару капель на замасливание перейти на утреннее. И все, и салат тогда у тебя отвалится. И маслом ты насытишься, потому что у тебя нет насыщения масла. Идет в организме по каким-то причинам. Просто я не знаю твою историю, но попробуй его сделать вообще отдельно. И как только твой организм замаслится, это максимум 7 дней. Тебе не захочется его уже. Так, масло расторопши, это печень. Выводит токсины. Вот. А как понять, что хватит замасливаться? А вы не захотите. У вас прям пойдет, знаете, вот как... Все же, наверное, пробовали чистку с касторкой. Вы же очень долго к этому готовитесь. И вот когда вы только начинаете замасливаться, маслечко какое-то пьете, я не скажу, что оно прям вау, приятно. Но вы будете его спокойно пить, как бы зная, что это нужно. Но, во-первых, 7 дней, больше 7 дней не замасливайтесь. И когда вы будете начинать следующее замасливание, ну, например, 2 раза в месяц можно, да, первые там месяцы 3, не больше. Масло, во-первых, меняйте. Масла обязательно. И ваш организм потом уже скажет, что хватит. Вы почувствуете по коже, вы почувствуете по волосам. То есть у них будет вообще вся структура будет другая. И масло, и волосы, и кожа, и руки, и ногти. Они будут в абсолютно другом состоянии. Вы это почувствуете. Вы поймете, что как бы вы не захотите это переборщить. Вы не захотите уйти на следующий какой-то этап, где вы потом уже будете думать, ой, что мне сейчас-то делать. Там могут начинать влазить прыщички, когда мне уже либо это масло не подходит, либо что-то еще. Так, рыжиковое масло, оно вкусно. Но это омега-3, омега-6. Масло грецкого ореха – это жирные кислоты, витамин F. Оно тоже очень полезно на определенном этапе, особенно если вы чувствуете, что очень сильно теряете вес. Попробуйте масло грецкого ореха. Кунжутное масло, там содержится сизамол, если я правильно говорю. Вот, и оно влияет на все функции организма. Оно такое как бы как общее укрепляющее. Если не можете выбрать, какое вам нужно, попробуйте кунжутное масло. Вот. Амарантовое масло – это соединение скволена. И оно очень хорошо действует на все функции системы организма. Оно как бы настолько равномерно. Вот за счет сизамола, оно… Сизамол, правильно говорится, сизамол. За счет вот этого сизамола оно так равномерно расходится на наши внутренние органы, что они прям как часики наш организм делает. Так, амарантовое масло – скволен, защитник клеток. Это тоже, наверное, знаете, да? Вот, очень-очень хорошее. Масло черного тмина – это для дыхательной системы, эфирные масла в нем. И если есть какая-то предрасположенность к раковым заболеваниям, либо уже есть какие-то раковые, рак в какой-то степени, то тоже масло черного тмина очень хорошо. Практикую сыроедение. Чистые дни от 2-3 дней каждую неделю. Но каждую третью или четвертую неделю срываюсь на сыр и шоколад. Масла и соль не употребляю. На сыр и шоколад. Ну, во-первых, сыр… Ребят, сразу же раскручивайте. Что такое сыр? Во-первых, сыр – это соль. Хочется что-то соленого. Соль – это привязка, то, что нас не отпускает. Вообще соль – это то, что нас не отпускает с детства. Это сразу же запомните. Это не сахар полный любви, да? Любви не хватает. Соль – это всегда привязка к детству. Сыр – это молочка. Молочка – привязка к детству. Это беззаботность. Это что-то вас тянет в детстве. Хочется перепрожить еще раз эти моменты ближе к маме. Какие-то у вас недоговоренности с самой собой по поводу мамы. Что-то какие-то… Какие-то недоговоренности. Не знаю, я вот не знаю вашей истории. Давайте я вот так просто поверхностно вам скажу. Молочка – это молоко, это грудь, это мать, это какое-то семейное пространство, туда, куда вы хотите вернуться, перепрожить еще раз какое-то воспоминание, какие-то чувствования, которые вы пытаетесь на этом уровне с чего-то взять. И не получается у вас, как в последний момент, сечка идет какая-то. Вот что такое соль, сыр. Вот. А шоколад, шоколад – это все равно все, что связано с шоколадом, мороженым – это тоже ближе к детству. Ну, шоколад ближе к юности, наверное, так вот я бы сказала. Это не совсем детство, это ближе к юности. Масла и соль употребляйте в большом количестве через шоколад и сыр. Видите, как мозг у нас работает? Он вам говорит, ну я зато масла и соль не употребляю, мы только сыр возьмем и шоколад. Шоколад – это масла безграничные, причем достаточно вредные на сегодняшний день. А соль – это сыр. Соль – это якорь детства. Повышенная либидо – это не норма, верно? А смотрю, какое повышенная либидо. Повышенная либидо, как правило, оно же, если мы говорим чисто о сексуальной активности, что хочется именно… Вот такое вот половое влечение, да, то это говорит о том… Тоже я просто образно, потому что это можно делать целый эфир на это. Это говорит о том, что такое половое влечение, что такое занятие сексом. Через это мы все произошли. Кто мы? Вот мы с вами общаемся, да? Через это мы с вами произошли. С этого все началось, это начало. И когда идет повышенная либидо, это говорит о том, что вы с собой недовольны на сегодняшний день. Что-то делаете не так, жизнь не та, вы не тот, не та фигура, не та речь, не тот человек, который рядом с вами. Не так он делает, не так я делаю, не та работа. То есть что-то вас не устраивает. И вот эта вот повышенная либидо говорит о том, что на подсознании вы постоянно хотите перепрошить себя, что как будто бы после вот этого у вас начнется все снова. Понятно, сказала? Я пытаюсь просто коротко это все рассказать. Это про то, что вы постоянно хотите обнуление. Обнуление, что это все идет на подсознании. Вот, и чем больше вот это вот либидо, чем больше вы понимаете, что вот это не происходит, что вы после этого опять все то же самое, опять день сурка, ничего не поменялось. Вы все больше и больше, все быстрее и быстрее хотите вот это вот наверстать, и не получается. Нужно там разобраться, и тогда вас это вот отпустит. Так, про черный тмин рассказала, виноградное масло. Это же, конечно же, молодость и красота. Да, виноградное масло, это верно, хочу стать лучше. А вы не сможете стать лучше, пока вы себя не поймете, кто вы сейчас. Вы поймите, ребят, что мы вообще, это, вот почему у нас на трех китах все держится, еще что-то. Загляните глубже. Загляните глубже, но в то же время это все идет на поверхности. Смотрите, мы себя чувствуем, ощущаем одним, мы себя воспринимаем одним. Когда про нас кто-то говорит или кто-то нам что-то рассказывает, для нас некоторые вещи, как нас воспринимают окружающие, это вот иногда прям шокирует нас, да, то есть нам, например, говорят, вот ты такой-то. Почему мы очень часто не можем принять комплименты даже, вот какие-то, потому что мы себя так не воспринимаем, у нас идет отторжение, у нас такое вот, как вот прямо даже как скованность какая-то, да, идет, что там, ой, я не такой, я не такая, как бы не-не-не, немножечко не то. Вот, и мы даже, если нам что-то приятное, мы хотим это принять, но мы себя таким не ощущаем, поэтому у нас идет отторжение. Это второе. И третье я, наверное, многие уже видели, когда мы себя смотрим на камере, мы себя смотрим на камере и думаем, о, нифига себе, я, да я вообще не такой, да я, не, я не такая, я не такой. Мы смотрим какие-то свои ужимки, мы смотрим, как мы выглядим, и мы думаем все время, вот я вроде так красиво сел, вот вроде это, а что-то у меня тут не там, там не то, это не то, тут сказал не то, тут сказал. И получается, нас три, мы себя вообще не знаем, кто мы есть. Понимаете, три, кого мы знаем, это все не я. Кого я знаю и ощущаю как себя, это не я. Кого окружающие видят, это тоже не я, потому что я очень часто играю на публику, чтобы меня таким-то увидели. Это про многих, почему говорится, что мы очень большое количество ходим в масках. И третье, когда мы себя видим на камере, мы себя принять не можем. Даже вспомните, когда голос, например, записывают, мы думаем, там вот надо такой голос, такой прям приятный такой. Начинаем себя прослушивать на каком-нибудь диктофоне, кто там наскрипел, что такое, это я, это мой голос. Боже, что такой отвратительный. Мы себя никогда не можем принять. И как мы можем стать лучше? Лучше можно стать только тогда, когда ты понимаешь, от чего отталкиваться. Когда нам не от чего оттолкнуться, мы не можем стать. Мы постоянно в каких-то думках, мы постоянно в каких-то гонках за чем-то лучшим. А оттолкнуться не от чего, мы не можем еще к себе вернуться. Вот сначала нужно к себе вернуться, сначала нужно понять, кто я есть, что я люблю, вообще какой я. Мы очень часто даже не разрешаем себе быть такими, какие мы есть. Потому что, а как подумают люди, а вот я вот хочу быть вот этим. А лучше ты для кого хочешь стать? Зачем? Ты самая идеальная версия, которую вообще можно придумать. Ты просто её узнай. Как только ты себя узнаешь, ты не захочешь себя менять. Ты клёвый. Кокосовое масло. Кокосовое масло очень хорошо прочищает, ребят. Может быть, это такой не совсем приятный такой метод. Может быть, меня сейчас закидают палками, но на каком-то этапе он действительно очень действенный. Когда вы идёте в какие-то малоедения, в сухие дни, и чувствуете, что вот вы не есть не хотите, не пить вроде не хотите. Но вот состояние такое, которое вы не можете справиться, на самом деле психологически не можете справиться. Попробуйте сделать, ну, такой хороший только, есть в экологических магазинах. В магазинах сварите себе маленькую чашечку кофе без сахара обязательно. И чтобы не прям такой ядрёный. И вот в эту чашечку кофе положите одну чайную ложечку кокосового масла. И у вас за счёт того, что кофе горячий, кофе, вот этот вот кофеин, это не постоянно, ни в коем случае. Это разово делается, если вы чувствуете, что вот такое состояние у вас готово идти дальше, но вот что-то не даёт. Вот делайте вот это вот кофе, и у вас желчь, которая опять загреблась туда, куда не нужно, она с этим кофем очень быстро так жик и выйдет. И у вас состояние будет такое, и если есть что-то в кишечнике, она тоже выйдет. Вот, и если есть, если почечки там слабовато в это время сработали, они тоже быстренько так чик, балластик скинется с вас. И вот это тоже как кокосовая масла, как его такой маленький аспектик тоже очень будет хорошо. Именно так, когда смотришь на себя, странный чувак, как это сделать, познакомиться с собой. Как это сделать, познакомиться с собой? Ну, ребят, вообще мы хотели в закрытом клубе в марте забацать в таком марафон в 90 дней, знакомство с собой. Ну, Светик, Синя, Светик, ну кофе, ну камон. Да, 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 вот это вот есть такое. Нам иногда не хватает стресса для организма, но он должен быть очень тактичный. И вот если мы говорим о стрессе для организма, не всегда бывает, когда ты уже ползёшь, блин, до, не знаю, там, до холодильника, чтобы там, или до крана, чтобы попить этой воды, это не стресс, это убийство. Но есть такие моменты, где в некоторых случаях вот просто необходим вот этот вот какой-то вот толчок, чтобы ты перешёл на следующий уровень себя, на следующую возможность дать самому себе. Бывает такое, я пробовала кофе с кокосом, мне не пошло, вот лично мне не пошло. Но я знаю девочку, я её просто обожаю, и она переходила на автономию, она тоже это делала не каждый день, и в результате она через 12 дней, она, по-моему, это делала за 12 дней, она, по-моему, кружки две вот так вот выпила. Ну, сами понимаете, да, что кофейная кружечка, она вот, практически напёрсток. Она выпила кружечки две, и у неё к 12 дню её начало возвращать состояние физическое, она начала бегать до 10 километров. Вот, ей вот такой вот способ помог. Ещё у меня был человек, которым тоже нет, никак не... Если кто-то отказался, это не для всех, ребят. То, что я говорю, это рекомендация не для всех, вы просто должны пробовать. Просто некоторые люди до сих пор сидят и на алкоголе, и на кофе, и на сигаретах, но пытаются перейти себе вот так вот. И когда они начинают через силу просто вот это вот всё обрубать, им становится ещё тяжелее. Найдите ту лазеечку для себя, которая будет вас не оттягивать назад, а давать вам шанс идти вперёд. Это очень важно. Так, про... И про как найти, познакомиться с собой. Вот, и мы хотим там забацать марафончик в 90 дней, знакомство с собой. Кто-то приходит на сыроедение, но постоянно срывается. Кто-то идёт в чистые дни, но не хватает, вот чтобы на подольше зайти, да, вот так скажем. А когда мы идём большой компанией, то это проще. Как бы, что срываться, если вечером будет эфир. Но дождусь эфира, после эфира сорвусь, может, что-нибудь скажут. И вот это вот сразу тын-тын-тын-тын-тын. Да, можно с курьем заменить. И тогда люди идут, потому что 10 километров на автономии, кофе, я иду за тобой. Да, на автономии. Вот, почему после ретритов, которые вот вживую были, да, почему там некоторые люди до сих пор после ретритов не выходят на еду? Потому что им не хватало вот этого щелчка заразиться вот этой вот командной всей энергией, раскрыть вот этот вот потенциал в себе и идти с этим потенциалом. Конечно же, мы поддерживаем отношения, потому что после первого ретрита у меня ребята заходят, и заходят некоторые на новые, новые там на 9-12 дней, на 15 дней. То есть уже такие вот, ну там чаще всего мы идем на исцеление чего-то все равно. Сейчас вот у меня после вот этого ретрита детокс-марафона, да, тоже там у меня Ирочка, она так и не вышла на еду, она идет дальше. На еду она не собирается выходить. Вот сколько прошло, сколько она у нас, когда закончится, неделю назад, да, закончился. Вот она как там была полностью на сухих днях, то здесь мы немножечко там ввели травку, чтобы, ну у нее уже сложная операция была, ей уже дали квоту на операцию. Сложная ситуация была, ей уже дали квоту на операцию. Операцию мы отложили в результате, вот, и сейчас она идет без еды. Она была на сухих днях 8 дней, потом мы ввели, чтобы немножечко прочистить то, что ей нужно, определенную траву, то есть не для всех, не буду рассказывать, чтобы каждый не применял на себе, да, определенную траву, вот она ее немножечко попила, буквально 100 грамм в день, это не литрами за себя, 100 грамм в день она пила несколько дней, все идет дальше. Вот, поэтому вот так вот, алкоголик, автоном. Не, ну, ребят, я вообще считаю, что автоном, это когда вот можно говорить, что об автономии, что твой организм перестроился. Вообще, по большому счету, это 7 лет, да, когда у нас перестраиваются клетки. Но если мы не кушаем, я знаю, что очень быстро перестраиваются клетки, я могу сказать, что через 3 года полного неедения, не питья, ты можешь стать автономом. Все, что раньше, это голодание, длительные сроки. Да, когда ты славливаешь вот это вот состояние, и ты идешь в этой благости, ты можешь себя назвать автономом. Но, блин, когда я слышу, что вот он автоном, он 40 дней не ел, ну, мы же сами понимаем, да, что это такое. Это просто классное голодание. Дай бог, чтобы он из этого вынес как психологически, так и физиологически какие-то плюсы. Но, блин, вот это мы сейчас каждого второго, конечно же, можем хоть как называть. Я себя еще не могу автоном называть, чтобы прям там автоном-автоном. Вот, а то, что алкоголик, да, у многих присутствует алкоголь, кофе, сигареты, на сыроедение, вот, кто-то так подстегивает свое восприятие этого мира. И это не хорошо, а не плохо, но если люди идут и хотят от этого уйти, то если есть возможность, то я, конечно же, им помогаю, чтобы они в себе нашли эти силы. Вот, но это не так уж и весело, я вам скажу. Вот, единственное, что мне сегодня позвонила еще одна девочка. Вот, у нее была четвертая стадия рака, сейчас уже перешли уже на третью. Вот, я думаю, что еще чуть-чуть, и будет вторая, и уже на рецептив пойдет, то есть уже все. Вот, тоже она большая умничка, но она выполняет все рекомендации. А это, ребята, очень сложно выполнить все рекомендации, потому что я рекомендации тоже такие даю, как бы иногда жесткие. Ревела она мне очень много, могу сказать точно. Недели две она у меня рыдала, потому что, когда мы с ней все это вытаскивали, я не жалею. Я такой, как бы, кнутом люблю, чтобы прям вытрясти. Тем более, когда это все заскорузло, и, да, знаете, вот эти вот пластами накладывается все. Очень сложно. Это через любовь, вот это через бла-бла-бла, не знаю, может быть, у меня не получается. Я жестко вытаскиваю, вот поэтому, да, через слезы, через слезы она все прошла, она полностью поменялась, вообще абсолютно другой человек стала. Как совмещать голодание с работой и спортом? Отлично. Если вы меняете в голове все, то у вас отлично все идет. И это нужно делать этапами, этапами. То есть нужно четко понимать, какой этап, где прибавить, где убавить, потому что если вы вышли там, например, на 9-12 дней, да, сухих, то это не говорит, что в следующий день, в следующий заход вы должны на 15 выйти. Это говорит о том, в некоторых случаях, что в следующий день вы должны выйти не больше, чем на 4 дня, чтобы ваш мозг немножечко разгрузить от вот этой гонки. Это очень важно. Вот поэтому это настолько индивидуальная работа вас с самим собой. Я вам могу только направить куда-то и помочь. То есть я за вас ничего сделать не смогу. Но вы должны научиться чувствовать. На чувствование можно идти много. На чувствование можно четко понимать, когда нужно остановиться, чтобы не навредить. И вот чтобы поймать вот это вот состояние чувствования, мы сначала его начинаем ловить. Чтобы его начать ловить, нужно избавиться от закапсулированных обид страхов. А это тяжело. Это больно. Это неприятно. Это слезы. Это хочется, когда... То есть у меня было и такое, что мне сказали, я вообще больше всего в жизни не свяжусь. Ты вообще самый последний человек на Земле. Да? И это тоже свои процессы. Но этот человек через несколько недель позвонил. И вот это вот очень... И совсем вот это вот уже... Он проработал это самостоятельно. У него просто вот по пазлу сошлись. И пошли дальше. Вот он вышел 40 дней недавно. Со скольки дней оптимально начинать голодание? Ребят, все очень индивидуально. Смотрите, когда я не знала, что можно вообще жить без еды и воды, я выходила на трое суток. И для меня это был просто праздник. Потому что я тогда могла дышать, могла себя по-другому чувствовать. Но я тогда очень сильно похудела. Потому что когда совмещаешь постоянно в еду и не еду, тогда очень сильно теряется вес. Я очень сильно потеряла вес. Когда у меня был... Прямо такой... Когда я узнала, что можно жить без еды и воды, у меня такое было тяжелое состояние, то я зашла сразу же на 9 дней. После 9 я зашла на 12, потом на 15. А потом заходила на 4, на 3 дня. Вот так вот. Поэтому это нужно смотреть, что у вас, почему вы вообще заходите на эти дни. Какая у вас причина, какой образ жизни. Но я когда заходила на 9 дней, то есть я могу сказать, что я зашла без чисток на 9 дней. Я вечером поела пельменей с детьми. И вот было настолько тяжело мне, что вот все, как я поела, это были последние мои пельмени за ближайшие 10 дней вообще какой-нибудь еды и жидкости. Вот я без чисток заходила. Не рекомендую так. Но меня вот так вот болезнь подкосила. Вот поэтому я говорю, вообще возможно все. Но надо как-то более экологично подходить к нашему организму, да, к нашему телу. И мой опыт показал, что это все-таки нужно делать. Потому что я заходила всяко экстремально. И со мной разные штуки происходили. И поэтому я пытаюсь вам это донести. Сахар в крови надо контролировать. Я не контролировала сахар в крови. Потому что сахар, он очень хорошо чувствуется. Вы же его будете чувствовать. Когда сахар сильно падает, вы же понимаете, какой идет тремор. Как только начинаете что-то в себе контролировать, то этот контроль начинает вас поедать. У вас появляется страх. Если там что-то случилось, там еще с чем-то, то появляется страх. И вы уже тогда смотрите, все время ориентируетесь на это. А он вам подсказывает, что я есть. На меня обратила один раз внимание, значит, еще раз обратишь. Но если у вас сахарный диабет, если вы понимаете, для чего он отслеживает сахар, то здесь уже другой вопрос, да. Если вы просто, вот если для меня всегда сахар был в норме, я никогда сахарный диабет и якобы мы не стояли на одной ступеньке. Поэтому я его никогда не контролировала. Еще вот у меня девочка опять написала. Света, добрый день. Я на сыром варенке совсем не хочется. Придерживаюсь твоего меню, только добавляю фрукты, немного семечек. Вот. Это тоже после ретрита. Очень радует такие, конечно. Жестко было голодать после пельменей 9 дней. Ты знаешь, это, наверное, такой риторический вопрос. Когда ты не можешь подняться в туалет, потому что ты задыхаешься? Или когда ты задыхаешься просто от того, что ты дышишь? Вот это жестко. А когда ты после вторых суток без еды, без жидкости начинаешь дышать и ходить хотя бы по дому, ты понимаешь, что это кайф. Когда ты на четвертый день, на пятый, на четвертый, на пятый, сейчас точно не помню, встаешь на лыжи, ты понимаешь, что ты просто... Это космос. Когда еще неделя не прошла, а ты встать даже не мог. Видимо, для моего организма на тот момент, что пельмени не сыграли такой роли, как вот настолько вот... гормоны. Вот как-то так. Поэтому в моем случае это было круто. Если в случае там какого-нибудь человека с облегченным питанием, то его вообще, в принципе, эти пельмени бы уже, наверное, убили. Перед голоданием, точно. А с диабетом, возможно, голодание. Ребят, я могу сказать абсолютно... Блин, ну, наверное, в 90% случаях, по крайней мере, вот у меня... Кто из ребят был? Диабет мы полностью убирали на жестком сыроедении, даже не доходя до сухих дней. Диабет очень хорошо убирается с сырой диетой. Прям очень хорошо. И когда мне сыроеды спрашивают, я не могу, вот у меня диабет, пересмотрите свое питание. Но он правда... Вот у меня не было ни одного случая, у кого бы диабет держался на правильном сыром рационе. Кайф. Вот. Да, у нас тут Миша присоединился, мы уже заканчиваем. Да, у нас осталось 3 минутки. Ребят, если есть вопросы, пишите, 3 минутки оставимся, я еще отвечу, и будем закругляться. Этот эфир я здесь сохраню, он будет в этом аккаунте. И если мне вернут эфиры в клубе, то в марте, да, мы начнем вот такой вот марафон длиной в 90 дней, где будем друг друга поддерживать. Если кто... Будем поддерживать, будут у нас, скорее всего, даже двойные где-то эфиры в день. Кто-то там утром поехал, побегал, походил, покатался, в зал пошел. Раз скинули, мы сразу же выложили в стори, чтобы ребята друг друга поддерживали, что все, мы все здесь в одной упряжке, все все делают, и будет легче идти. Кто что поел, диабет первого типа. Да, блин, какая разница какого. Лыжи на пятый день брал, да. Я же не говорю про тип диабета, я вообще говорю про диабет. Ребят, смотрите, если люди с четвертой степени рака, идет исцеление, а вы мне говорите про диабет, но это же... Диабет же проще вычистить из нашего тела. И диабет это же очень хорошая психосоматика. Псориаз, можно, значит, псориаз, да, у нас же есть где-то эфир, я не помню на каком канале, но по крайней мере он наверняка есть на ютубе, про кожные заболевания. Да, я там рассказывала про кожные заболевания, что это такое. Конечно же можно. Кожа, она всегда на сыром очищается. На правильном сыром. Ребят, вы, пожалуйста, не путайте, что тортики, конфетки, не знаю, там 33 свежевыжатых сока за сутки и, не знаю, там какие-нибудь салаты из 20 ингредиентов. Это не... Это уже было в 100, это не совсем сыроедение. Вот, я говорю про сыроедение, которое такое сбалансированное. Поэтому это очень важно. Всё, ребят, пишите, пожалуйста, вопросы. Если завтра откроют эфиры в клубе, то завтра в клубе проведём эфир. Всё так же у нас идёт по замасливанию. Как на автономии иметь тело более или менее недрещавое? Спорт добавляет такой пожёстче и будет нормально. Мышцы начнут нарастать. Где посмотреть даты онлайн-марафонов? На моей основной страничке тоже есть. Здесь, не помню, салаты без масла. Салаты можно с маслом, но если с маслом, то без соли. Если с солью, то без масла. Даты марафонов там есть. В шапке профиля идёт строка Bittrex. Сейчас. Сейчас. Вот смотрите. Я не знаю, тут видно будет. Отсвечивает, да. Ну. Вот так вот немножечко видно. Вот здесь вот самая нижняя строчка. Она синеньким светится. На неё нажимаете. Вот. И там будет как раз всё-всё-всё рассказано о всех марафонах. Салат 2-3. Да, салат 2-3 ингредиента. Либо с маслом, но без соли. Либо с солью, но без масла. В твоём случае без масла. А масло, замасливание с утра. Замасливание обязательно с лимонным соком. Обязательно. Один к одному. Вот. Я просто не помню, есть ли в клубе или нет. Там как раз у нас есть эфир первый. Я рассказывала два вида замасливания. Вот. Либо один, либо второй выбираешь. Какой тебе больше подходит. Всё, ребятки. Всем спасибо. За то, что были на эфире. Света, как в клуб вступить? В клуб вступить оплачиваете 800 рублей. Это ежемесячная оплата. Скидываете этот скрин в директ-клуба. В директ-клуба тоже очень легко скинуть. Там получается вот здесь вот с краешку три кнопочки. Запрос делаете. Три кнопочки. Вот здесь вот три точечки. На три точечки нажимаете. И у вас здесь такая вкладка выпадет. Отправить сообщение. На неё нажимаете, отправить сообщение. И там есть прикрепить файл. Вот. Прикрепляете. Я вижу этот скрин и добавляю вас в клуб. Вот. Всё. Всех жду. Всех люблю. Всех обнимаю. Пишите, пожалуйста, вопросы. Чем больше будет ваших вопросов, тем больше...